Кармические задачи судьбы цифра 3. С вами я, Зоя Клемёк. Для тех, кто не знает, как высчитать свой код кармы, перейдите, пожалуйста, в плейлист «Нумерология». Там есть материал. Итак, цифра 3. Итак, мои хорошие, число судьбы 3 считается с одним из самых удачных чисел, так как говорит о том, что такой человек получил благословение или милость святого учителя в своей прошлой жизни. Поздравляю вас! Это самое большое благословение, которое только можно получить. Я думаю, вы со мной согласитесь. Эти люди обычно удачливы, хотя жизнь не назовёшь вашу или нашу сахаром. Милость учителя спасает их от множества проблем, включая даже какие-то несчастные случаи. Люди удачливы. И именно эта удачливость позволяет быстро решать все возникающие вопросы и проблемы. Если вы испытываете трудности, то намного меньше. И не надо так долго, как другие, плакаться, жаловаться, то есть решать проблемы. Я вам дам совет. Отпускайте. Даже во время финансовых трудностей вам удается раздобыть недостающую сумму. Такое впечатление, что кто-то как бы бросает, а вот на тебе. То есть по вашим, как говорится, мыслям да по делам будет вам дано. И здесь, конечно же, надо, дорогие мои, стараться соответствовать. Кармическая цифра 3 может говорить о том, что в своей прошлой жизни человек изучал духовные трактаты. Он много учился, любил передавать знания другим людям. Его тянуло на чистоту, возвышенность. То есть таких личностей Господь берет под свою личную опеку и всегда их или нас защищает. Чтобы продолжать свой путь развития, надо не деградировать. Необходимо изо всех сил стараться выбирать самый возвышенный тип знания, самые чистые мотивы и самые достойные цели. Но к этому, конечно же, каким-то мотивы, цели, это все постигается с годами. И мы всю жизнь учимся, учимся, учимся. Не стоит тратить возможности на исполнение глупых желаний. Следует обрести действительно духовную, возвышенную мечту. И, конечно же, воплощать ее в жизнь. Но эти мечты, они, конечно же, по жизни будут все время меняться. Принеся тем самым пользу всему миру, всему миру, дорогие мои. Так что действует энергия благословенного учителя. И мы, естественно, становимся лидерами в любой среде. В любой среде, то есть в любом обществе. Это помогает, с одной стороны, добиться успеха, например, в политике. С другой стороны, все время толкает в разные политические дебаты, что немного осложняет жизнь не только самим троечкам, но и всем окружающим. То есть троечке очень сложно промолчать, очень сложно. Вот эти дебаты, они, конечно же, бывают не всегда лицеприятными. Обычно тройки, если захотят, могут занять достойное место в эшелонах власти. Но придется пройти свой путь от самого низа до самого верха, пробивая себе свой путь напряженным трудом, усилиями. То есть, во-первых, должна быть преданность избранному делу. То люди, которые, например, у которых есть знания, которые призваны к целительству, к ясновидению, к психологии. Здесь, конечно же, придется, дорогие мои, не то что идти все время, например, начать со слесаря и прийти, дойти до директора предприятия. Здесь будут и взлеты, и падения. И вы начнете со слесаря, станете, я не знаю, кем там, журналистом, например. То есть, вот такие вот зигзаги. Потому что судьба, жизнь, карма вас заставит пройти через многие-многие профессиональные тропы. И к этому надо быть готовым. Обязательно надо учиться, учиться, учиться. Знания, они будут со временем аккумулироваться. Но здесь тоже есть минус, потому что очень много можем, очень много знаем. Где применить свои знания, конечно же, но не у всех, дорогие мои. Есть троечки, у которых все четко. То есть, они целенаправлены, у них есть свой путь. Поэтому все тоже индивидуально. Так как многим вы помогли в прошлое своей жизни, сейчас к вам возвращается все то хорошее, то, что вы сделали. Это, прежде всего, могут быть хорошие друзья. Подчиненные, доброжелатели, которые готовы помочь в сложных ситуациях. Но, если у вас есть знания, если у вас есть связь с Богом, я вам так скажу, за вами вслед отправляются и кармические враги. Очень много есть кармических каких-то исполнителей. Дам только один совет. Не надо бояться. Надо быть уверенными в себе. Особенно, если вы не вершите черных дел. И все это рассеется, как туман. Вас жизнь наградила хорошей семейной жизнью. Вообще, часто жизнь бывает благоприятна. И если вдруг что-то не получается в семейной жизни, как правило, вы сами решаете, что вам это не надо. Партнеры видят вас, ценят вас в высоту желаний. Готовы даже освободить от многих каких-то, даже семейных обязанностей. Да. Лишь бы вы могли осуществлять какие-то героические поступки. Так и хочется сказать. Дай Бог. Дай Бог. Вообще, любой человек, который станет вашим родственником, другом или партнером, тоже будет втянут в великие дела, благотворительность, самопожертвование. В долгие разговоры о каких-то мирах, то есть волей-неволей, это будет интересно. Помните, дорогие мои, что тройка идет в этот мир решать великие дела и зовет всех пойти за собой. Ваша карма говорит о том, что в своей прошлой жизни вы были близки. Так что для вас важна молитва, для вас важна добродетель, то есть все, что связано с добром. Вы всегда находите себе друзей, помощников, любите заниматься философией, психологией, религиозной деятельностью, любите петь поэзию. Что касается Бога, религии, особенно Бога, то вы будете его все равно искать всю жизнь, то есть идти по его стопам. Людям с такой судьбой желательно так или иначе связать себя с духовной жизнью, то есть быть просветителем. Ваша задача развивать в себе доброжелательное отношение к другим. Следует пытаться понять тех, кого постигло несчастье или охватило печаль. Это тоже связано с духовностью. Деятельность, как правило, не приносящая выгоды. Это самый верный путь для или же по уничтожению неблагоприятной кармы, накопленной в этой и в прошлых жизнях. Люди с числом кармы тройка должны помнить, что жизнь – это не игра и не шутка, а значит требует максимальной серьезности, и вы должны помогать людям. То есть обязательно что-то отдавать, где-то что-то раскрывать. Не получится добиться от других, чтобы было все, как вам хочется. Скорее, это только испортит отношения, поэтому соблюдайте лояльность, добропорядочность, добрые отношения. Вы знаете, я всегда говорю, осуди кто, а давайте не будем осуждать. То есть надо научиться проживать свою жизнь, не осуждая и не разрушая. То есть, да, вы видите мир трезво, но чересчур критичны, что мешает испытать радость от взаимоотношений. Именно отсюда, из-за чрезмерной критичности, у вас не складываются отношения с друзьями, с людьми, с близкими родственниками. Остроумие, конечно же, станет или может быть вашей силой, если будет приятным, а не злобным. К сожалению, здесь тоже есть вилка, не всегда это так. Вы должны узнать тайну этого мира и поделиться ею с другими. Это ваше призвание, троечки. На этом все. Берегите себя и тех, кто рядом. Удачи! Продолжение следует...